К нашему эфиру присоединяется спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Врачук. Сергей Борисович, приветствуем. Здравствуйте. Слава Украине, слава уроженым силам, здравствуйте коллеги. Героям слава. Сергей Борисович, напряженная ночь, в частности для Одессы. Окупанты обстреляли город шахедами, нанесли удары, в частности пострадал жилой дом, гражданская инфраструктура уже известна о четырех погибших, среди которых ребенок. Расскажи, пожалуйста, подробнее о событиях минувшей ночи. Буквально в эти минуты стало известно о том, что из-под завала достали тело еще одного человека, это взрослый мужчина, то есть таким образом список погибших, он уже составляет пять человек, среди них действительно ребенок 2021 года рождения. Это трагедия, трагедия для всего города, для всего нашего региона, конечно, для всей Украины. Мы видим, как нам сопереживают в эти минуты. Тяжелая ночь, несмотря на то, что силам обороны удалось уничтожить семь из восьми шахедов, это хороший результат, и, к сожалению, есть одно попадание, дрон прилетел как раз в жилой дом, это густонаселенный район нашего города, там жилые постройки буквально одна на другой, девятиэтажкой, и фактически весь подъезд разрушен, там буквально, если уцелело несколько квартир, они находятся, понятное дело, в аварийном состоянии, скорее всего, хозяева туда уже не вернутся, к сожалению. Поисковые работы, поисково-спасательные работы, они продолжаются, уже подключились и кинологи, уже объявлялась так называемая минута тишины, когда прислушиваешься каждому звуку, вполне вероятно рассчитывали на то, что из-под завалов будут поданы какие-то сигналы бедствия, предварительно пока еще около 10-11 человек считаются без вести пропавшими, они могут находиться под завалами, понятное дело, что надеемся, молимся до последнего, что кому-то удастся выжить. Пострадавших у нас 8 человек, среди них тоже есть дети, есть женщина в положении, беременная, она получила травмы средней тяжести, всем оказана медицинская помощь, 5 человек спасли из-под руин, так что ситуация действительно для города очень серьезная, поэтому вчера, на завтра, прошу прощения, бессонная ночь дает о себе знать, на завтра в регионе объявлен день траура, понятное дело, что будут приспущены все государственные флаги, будут приспущены флаги города, еще раз скажу, спасательные работы продолжаются, будут продолжаться до того момента, пока не найдут всех людей, и еще раз скажу, мы надеемся до последнего. Ночь действительно тяжелая, враг специально атаковал жилые кварталы, в этом нет никаких сомнений, потому что шахеды, они в этот раз избрали маршрут, они были очень запутаны, атаковали из Черного моря, понятное дело, чтобы было меньше времени на сбитие этих шахедов, для того, чтобы не сразу могли обнаружить их полет, ну и, собственно, они выбирали свои маршруты между жилыми постройками, и, собственно, вот один из них, к сожалению, прилетел в жилой дом. То есть мы констатируем целенаправленное попадание именно по жилым объектам? То есть их сейчас не интересует портовая инфраструктура, как там месяц, несколько месяцев назад, сейчас именно выбрана тактика террора мирных жителей и тактика убийства? В этом нет никаких сомнений, потому что те локации, о которых вы уже упомянули, там и портовая, припортовая инфраструктура, даже близко они находятся возле тех жилых кварталов, по которым был нанесен удар. Восемь шахедов – это довольно-таки немало. Еще раз скажу, благодаря нашим защитникам неба отработали они просто, я бы, наверное, сравнил со скальпельным хирургом, максимально сбивали вражеские шахеды, но, видите, один, к сожалению, прорвал оборону, и, к сожалению, погибли люди. Это самое страшное, что может быть в этой ситуации. Дома там и отстроены от людей, вряд ли кто-то вернет, понятно, и среди них дети. Это то, что, наверное, больше всего болит всегда. Да, сердце болит очень, конечно. Сергей, а вот эта тактика террора мирного населения, она дает свои плоды? Вы правильно говорите, это не первая, да, атака шахедами ночная. Последние несколько месяцев мы наблюдаем атаку вашего региона то шахедами, то ракетами. Ну, кажется, еженощно такая вот маниакальная настойчивость у нашего врага. Как изменила эта жизнь региона и Одессы в первую очередь? Ведь еще совсем недавно Одесса была таким себе гуманитарным хабом для беженцев из юга Украины. Херсона, Херсонской области, Николаевской области, Запорожской области. Со временем оккупированных территорий. Что сейчас? Стали ли выезжать люди? У нас действительно здесь проживает сейчас очень много наших соотечественников, которые покинули прежде всего левый берег Херсонщина, да и правый берег Херсонской области. Соответственно, из Николаева очень много и наших земляков, в том числе, встречаешь. И это одно из отличий этой войны. Но если говорить о людях, вы знаете, настроения, они не изменились. Они такие же, как и были. Вот только ненависть становится более расчетливой, ненависть становится более холодной. Это как то блюдо мести, которое готовится, готовится с чистым забралом, с открытым забралом, с чистым сердцем и чистой душой. Потому что мы понимаем прекрасно, что это как раз та мотивация, которая позволит нам победить в этой войне. Несмотря на то, что есть проблемы с поставками оружия и так далее и тому подобное. Настроение, понятное дело, тревожное. Более того, я скажу, что вот несколько дней у нас была определенная так называемая оперативная пауза, когда враг не атаковал, когда враг собирал силы. И, собственно, была информация о том, что и грузы военного характера из Ирана приземляются в Москве, в частности, в том числе грузовые военные самолеты прилетели. И предполагали мы, что, скорее всего, это как раз и будут те шахеды, потому что цикличность определенно есть. Тут надо еще раз, наверное, напомнить нашим людям, что если звучит сигнал воздушной тревоги, необходимо идти в укрытие. Вы знаете, меня, честно говоря, немножечко даже, как бы, поточнее выразиться, приземлила, наверное, так фраза одной из жительниц города, которая сказала, над нами никогда не жужжало, а вот в этот раз. Я просто действительно готов встать на колени перед людьми и просить их о том, если не жужжало все эти два года, уже третий год полномасштабного вторжения, нет гарантии о том, что не прилетит. Потому что, еще раз скажу, враг целенаправленно атакует жилые дома. Целенаправленно. Поэтому прозвучал сигнал воздушной тревоги, он был подан вовремя. Время для того, чтобы уйти в укрытие, было. Надо было уходить в укрытие. Понятно, сейчас мы должны призывать тех, кто жив, тех, кто сохраняет максимальное спокойствие, пожалуйста, не нарушайте эти правила, идите в укрытие. Наверное, для многих это будут отрезвляющие события сегодня. Жаль, что такой ценой. Сегодня, наверное, весь город максимально пытается помочь пострадавшим. Сегодня, в том числе, среди пострадавших, есть и знакомые, в том числе и вам, Алексей, люди, к счастью, они остались живы. Это тот же подъезд. Поэтому война, она не где-то там. Это самое главное, что необходимо помнить. Война, она даже не где-то там рядом. Война среди нас. И для того, чтобы не дать ей возможность забирать людей, надо, соответственно, выполнять те правила, которые необходимы. Потому что военные свою работу знают. Военные свою работу выполняют. Это не нравоучение. Это призыв к людям все-таки беречь себя для будущего, для восстановления нашей страны. Сергей Борисович, меняется ли ситуация на границе с Молдовой, в частности, в районе так называемого Приднестровья, в связи с последними событиями там? Мы говорили, в том числе и в вашей студии, о том, что очень много информационного шума связано с так называемым съездом, так называемого Приднестровья. Там депутаты непонятно каких структур собрались впервые за 18 лет. Я очень кратко могу каким-то даже таким блогом характеризовать то, почему возникла эта шумиха, почему прозвучали и полетели в Москву вот эти обращения. Кстати, к этому присоединились и гагаузы. Есть там автономное территориальное образование на территории Республики Молдовы, о том, что, дескать, этих людей власть в Молдове притесняет того, что касается непризнанного Приднестровья, там очень все просто. Верните нам контрабанду. Вот это правда, вот это то, о чем надо говорить, потому что с 1 января Молдова ввела таможенные сборы, которые, Молдова суверенное государство, те сборы, которые идут в бюджет страны. Понятное дело, что подогреваемые российскими оккупантами, местные контрабандисты, кстати, россияне очень тоже активно и много пользовались, и, наверное, пытаются еще пользоваться вот этим контрабандным коридором в Европу, который проходил как раз через так называемое Приднестровье. И сколько черных дел натворила Россия через этот контрабандный коридор, еще, наверное, предстоит нам узнать, в том числе, например, на рынке вооружения. Так вот, собственно, вот это и стало причиной того, что возникла эта шумиха. Для того, чтобы придать этому, ну, скажем так, благообразный какой-то вид, методичку достали, методичка в пыли, методичка старая, тем не менее, притесняют русскоязычных. Но хочу напомнить о том, что информационная шумиха, она шумихой остается. Ситуация с нашей стороны, как и со стороны Республики Молдова, судя по заявлениям официального Кишинева, она полностью контролируема. Но если будут какие-то провокации, возможно, в том числе вооруженные, будет дан жесткий ответ. В любом случае, мы должны прекрасно понимать, что если бы Россия могла, хотела открыть так называемый второй фронт с этой стороны, она бы это сделала 24 февраля 2022 года. На сегодня такой возможности у России нет. Но возможности боевые, возможности оккупационного корпуса Российской Федерации, которые находятся на территории непризнанного Приднестровья, сильно завышенные. Я не думаю, что они могут оказать какое-то серьезное вооруженное влияние на наших территориях. Тем более, я уже сказал, открывать так называемый второй фронт. Сергей, спасибо вам огромное за то, что после такой жуткой и бессонной ночи вы нашли в себе силы, нашли время с нами пообщаться. Завтра в Одессе и в Одесской области объявили траур. Пусть и вы, и все одесситы знают, что в трауре будете не только вы, в сердце каждого из украинцев сегодня траур. Спасибо за это. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Фридом в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Субтитры сделал DimaTorzok